Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я сильно любил своего тренера, а он, в своё одиночество как-то, он почувствовал, что мне нравится, отсыл, удалил из друзей, скрыл фото профиля для меня, сказал, не хочу тебя видеть. Мне сложно всё это пережить, сегодня заметила, что его аватарка не видна мне, и это меня разбило, даже если мы не общались, приятно было, когда смотрел на мои статусы. Хоть на секунду я была в его мыслях, а сейчас такое ощущение, что потеряло его навсегда, помогите мне его вернуть. Спрашивает она. Ну, психологи совершенно точно не помогают кого-либо возвращать, потому что тут ситуация связана с другим человеком, вот, и никак, никак невозможно в этом смысле, да, гарантироваться, что, вот, какие-то ваши действия, вот, могут, ну, привести к тому, что, человек к вам вернётся, ну, я бы сказал, что таких действий нет. Другое дело, что вам, ну, действительно, действительно, на самом деле, тяжело, вам действительно больно, и, наверное, мне показалось, что у вас есть симптомы любовной зависимости от человека, вот, и, соответственно, если это, ну, действительно, действительно так, то, наверное, нужно с этим работать, наверное, вам крайне желательно избавляться от любовной зависимости, потому что это довольно деструктивно сказывается на, ну, на личности человека, на его здоровье, вот. Поэтому я бы рекомендовал вам, конечно, вот, в этом направлении двигаться. Я думаю, что совершенно не случайно вы влюбились в того, кто любит своё одиночество, как вы выразили. Вот, я думаю, что совершенно не случайно, потому что, обычно, вот, если, ну, человека, вот, человека привлекают, что-то, что-то такое, да, то, вот, тут можно говорить о том, что, сам человек, с корынцева точно так же, так сказать, к, ну, к одиночеству, не к одиночеству даже, а вот, ну, просто боится человек, просто боится, человек боится, близких отношений, вот, может, как-то избегать их, вот, что, собственно, на мой взгляд, происходит это самое. Вот, поэтому решать, конечно, вам, как, ну, как, как действовать, да, вот, ну, вы можете, конечно, пробовать, пытаться, человека вернуть, да, вы можете пробовать, пытаться, значит, как-то, как-то, вот, восстановить ваше сообщение, но стоит, на мой взгляд, по крайней мере, забывать, то, что, может быть, такая ссора, что у вас его вернуть не получится, не получится, и вот, что тогда, что в таком случае, что в таком случае вы будете делать, да, это вот очень такой важный вопрос, на мой взгляд. Если, если мы берём то, что вы так реагируете на то, что произошло, да, если вы так реагируете на то, что человек решил, например, с вами не быть, не быть, да, до грани, ну, то, что вы реагируете на то, что это болезненно, и, на мой взгляд, очень болезненно, что нужно в первую очередь вам увидеть, как конкретно вас это задевает, да, как это на вас влияет, и, соответственно, очень важно вот этот аспект, аспект того, как на вас это влияет, как вас это задевает, разбирать, чтобы, по крайней мере, не было перекусов каких-то, вот, потому что сейчас вы думаете, что любите, любите, например, мужчину, да, на самом деле, у вас не совсем про любовь, допустим, идёт речь, а речь идёт про то, что вы пытаетесь, например, решить какую-то свою проблему, да, вот, и от этого, возможно, у вас не получается построить отношения, поэтому необходимо отделить, необходимо отделить то, что вы испытываете к человеку, да, вот, ну, то, что вы сами, то, что вы сами испытываете к человеку, необходимо отделить, отделить от того, что вы чувствуете по отношению к себе, и, по крайней мере, изолировать это друг от друга. Это уже стало бы неплохой такой помощь вам в решении данной проблемы. Вот. Ну и вот ключевой момент. Здесь заключается в том, что вы, получается, не можете принять тот факт, что человек не захотел с вами быть, вы не можете принять его выбор, принять его решение. Это означает, что вы не принимаете самого человека, а это в свою очередь как бы ставит под сомнение то, что вы его любите. То есть какое-то вот такое невротическое чувство. Да. Его, на мой взгляд, не нужно путать с любовью. Вот. Потому что к любви это отношений имеет довольно-таки мало. Вот. А, значит, попробуйте увидеть, вот, когда вы говорите о том, что хотите, ну, быть в его мыслях, да. Вот. Хотите, хотите, значит, чтобы на вас думал, вот, когда вы, ну, наверное, представляете, как вы его вот превращаете. Вот. Вот. А, попробуйте увидеть, что это для вас значит. Что это для вас означает. Да. То есть как бы вы себя чувствовали, если бы это произошло. И вот за счет, ну, за счет чего, за счет чего, за счет чего, за счет чего вы бы себя так вот чувствовали бы. Какие, какие изменения, да, по-собственно тому, что ваше ощущение изменилось бы. Вот. И считаете, ну, и как вы относитесь к тому, по сути, что ваше изменение, ну, ваше внутреннее ощущение зависит от того, будете вы с кем-то или нет. При этом речь не идет о том, что вы поразили, ну, поразили с человеком какое-то время, да, там несколько лет, и у вас сложились, кажется, какие-то элементы, да, общего быта и прочее, прочее, прочее. Вот. Попробуйте, попробуйте, пожалуйста, на это обратить свое внимание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. В-Синец. В-Синец.